Мои хорошие, всем огромный привет! У нас с вами новый влог. Что-то я совсем забросила, девчонки, съемку. И вот надо наверстывать упущенное, как говорится. Я вчера, девчонки, постригла волосы, сходила. Прям, видите, так совсем коротко. Я только что помыла волосы, отвела Софию в садик. Девчонки, у меня сейчас есть буквально полчаса. Привести себя в порядок. И я пойду на ногти, девчонки. Пойду на ногти, хочу переделать, хочу сделать покороче. И, наверное, думала, думала, наверное, френч, девчонки, сделаю френч. Потому что он, когда и отрастает, не так заметно. И вот, ну, как-то другой цвет, яркий, что-то мне не очень хочется. Вот, сейчас быстро фенщеткой уложусь, сделаю макияж. Я немножечко сделала муссом. Потому что у меня ведь волосы отросли свои. И вот это вот опять у меня здесь объем нифига не держится. Потому что мои волосы такие мягкие. И вот стала пользоваться опять вот этим муссом. Тафт объем у меня. У меня уже давно, я даже посмотрела срок годности. Думаю, не и стекли. Нет. Срок годности еще нормальные. Вот я прям наношу вот такой вот расчесочкой. Делаю такой, как стеннисный шарик горошинку, да. И прямо вот так на корни наношу. И пользуюсь вот этим вот маслицем для поврежденных и сухих волос от Лакме. Очень хорошее масло. Я им уже давно тоже пользуюсь. Вот и сейчас быстренько посушу феном. Сделаю немножко макияж. И побежим с вами на маникюр. Ну, а потом уже по ходу расскажу вам все новости. Мы болели, девчонки. София сегодня первый день пошла в садик. Так, ну все, девчонки, волосы немножко уложила. Я говорю, все-таки постригешь, и сразу волосы такие живенькие, такие какие-то более ухоженные стали. Хотя она мне, девчонки, где-то вот так, наверное, состригла. Больше, чем 3 сантиметра. Сначала было немножко жалко, а потом думаю, что жалеть. Волосы, не зубы, да, отрастут. Тем более, были бы там волосы, там прям хорошие. Все равно вот эти концы, они у меня, ведь я сначала там в блонд красилась, потом в темный, потом опять в блонд. Они у меня были все пережженные. И сейчас прям хорошо. Правда, вот объема, видите, все равно особо нет. Вот такие вот у меня свои волосы. Они прям очень мягкие, тонкие. И это вот еще одна из причин, почему я постоянно обесвечиваю. Потому что когда я обесвечиваю, у меня прям хорошо укладка держится. У меня хотя есть вот этот вот пудра, стайлер, да, вот этот вот тафт тоже для волос. Но мне он не нравится. Я вообще очень-очень редко им пользуюсь. Во-первых, от него волосы тусклые становятся. Вот никакого блеска на волосах нет. Такое ощущение, как будто они все равно грязные. И само то, что я знаю, что у меня вот этот порошок на волосах, как-то мне, не знаю, неприятно, как будто волосы не свежие. Поэтому я не пользуюсь. А вот от тафта особо, вот прям объема, ну вот видите, да, нету. Так, ну ладно, сейчас буду краситься. У меня, девчонки, так, я вам говорила, да, портится лицо. Вот смотрите, вот здесь у меня такой прям прыщ большой выскочил, болючий. Потом вот здесь у меня тоже прыщ. В общем, я вся цвету, девчонки, не знаю, что это такое. Питание у меня сейчас хорошее. Я вообще ни жареного, ни жирного ничего не кушаю. Я в основном сейчас на фруктах, потому что вот от тошноты они мне помогают. Ну и все, особо кашек, как-то супчик. Ну такого ничего я не ем. Но вот прыщи лезут прям, я не знаю, вот один проходит. Вот здесь у меня прям вот тоже вот такой как рог большой был. Теперь вот здесь тоже повылазила. Что такое, не знаю. Что с моим лицом творится? Сейчас быстренько немножко хоть замажу вот это все. Ну все, мои хорошие, макияж я свой закончила. Немножечко хоть божеский вид себя привела. Хотела у вас спросить, чем, девчонки, вы лечите вот такие вот воспалительные прыщи, если у вас выходят, у Грида. Потому что я раньше, вот у меня была очищающая маска глиняная от Лореаль. Вот мне она очень нравилась. Я ее нанесу прям вот на прыщички. Она прям подсушивала хорошо. И как-то у меня они заживали. Ну проблем никогда не было. А вот сейчас, говорю, один проходит, другой выходит. Даже не один выходит, а по две, по три штуки выходит. У меня есть салициловая вот эта вот сфикса. Ну вот этот лосьон противовоспалительный. Я вчера его взболтала на ватный диск. И прям вот так вот примакивающими такими движениями наносила. Ну что-то, девчонки, нифига. А может быть сегодня еще тоже поделаю вот эта болтушка. Потому что знаю, что она тоже многим помогает. Ну вот, а больше у меня как-то ничего нет. Мне надо купить глиняную маску. Хотя бы если не Лореаль. Есть и пропеллер, да, если я не ошибаюсь. Еще какие-то вот в улыбке радуги черные. Именно черная вот мне помогала очищающая. Надо мне вот будет зайти купить. Мне вообще консилер надо купить. Мне нужно сходить или в улыбку радуги, или в подружку лучше. Ладно, пойду одеваться. Мы с Миланкой спускаемся. Миланка в школу пойдет, а я пойду на ногти. Так, я пришла в улыбку радуги. Сейчас хочу посмотреть себе консилер. Есть вот такой вот Fit Me. Я его, кстати, не пробовала никогда. Сейчас сначала посмотрим. Вот есть Artvisage тоже. У Artvisage такая вот не спонжика, а кисточка получается. Ну, вот я нанесла два цвета. Ну, вот этот верхний мне больше подходит. Наверное, возьму я Artvisage. А сколько он стоит? 193. Да, вроде бы 193 рубля. Так, что у нас? А, вот Estrada тоже есть. Тоже есть консилер, кстати. 178 рублей. Его тоже можно посмотреть. Жидкие тени. Вот этот консилер от Эвелин. 183 рубля. Он тоже, кстати, неплохой. Он у меня был. Но он не сильно прям перекрывает. Вот как катрис. Но тоже довольно-таки хороший. Он не сушится. Он и под глазками. Неплохой. Но я уже взяла вот этот Artvisage. Хочу попробовать. Думаю, что-нибудь для объема, что ли, мне посмотреть. Ну, а здесь вот эта же серия Taft. Ну, это более такая новая тоже. Вот эта пудра. Мусс. Подвижная укладка. Это четверка, пятерка и тройка. Для тонких и ослабленных волос. А это для тонких волос. Может быть, попробовать. Сверхсильная фиксация. Так, а что есть еще для объема? Так, а это лак. А вот объем до 7 дней. Эфир густоты волос. Тоже Taft. Без склеивания. Влагостойкая технология. Вот тоже пена для укладки волос. Мега фиксация. Но это не объем. Так, больше ничего не вижу для объема. Только получается вот этот и вот зеленый. Как у меня. Просто у меня-то давнишняя. Это у них, наверное, новая уже серия. Это жидкость для укладки. Воздущий объем. Так, вот увидела маску. Девчонки, с салициловой пропеллер. Маска от прыщей. Вулканическая глина. Думаю, взять что ли, попробовать. Хотя бы локально нанести. Посмотреть, что будет. Так, эта маска от прыщей. Это у нас скраб от прыщей. Тоже вулканическая. Вулканический песок. Глина глубоко очищает поручень. Выравнивает рельеф кожи. В качестве 6 рублей, что ли. Да. Возьму, наверное, вот такую вот масочку. Попробую. Очищающие полоски. Пильник, скатка. Вот лосьон тоже от прыщей. Мы уже пришли домой. Я забрала Софию. Зашли в пекарню нашу. Взяла черный питерский и белый. Вот такой пшеничный хлебушек. Там всегда берем. И в красное и белое. Девчонки зашли. Увидела вот фисташки. Так прям захотела. Правда, стоят они 265 рублей. Недешево. Сколько здесь? 175 грамм. Ну, видите, отборные написано. Прям вот на кассе. Прям хочу, не могу. Взяла вот такие фисташки. Пармезан взяла. И, девчонки, хочу тархун. Вчера брала Эдюшес. Вот именно черноголовка. Мне очень нравится. И вот захотела тархун. Тоже вот бутылочку себе. Много специально не беру. Потому что знаю, что побольше возьму. И буду я его пить. Ну, как бы с газами тоже нежелательно. Ну, вот не хочется прям. Мы уже Софией покушали. У меня была гречка с мясом. Вчера я готовила. А сейчас, наверное, поставлю, девчонки, этот. Картошку почищу. Сделаю пюре. Хочу что-то пюре. И у меня есть котлеты рыбные. Я покупаю во вкусвиле. Очень вкусные, кстати. Вот такие, девчонки, котлеты. Здесь 6 штук. Они по составу очень хорошие. И я их немножечко обжариваю. Потом крышечкой накрываю. И очень прям вкусные котлеты. У меня и София кушала. И Миланке тоже нравится. Вот я иногда беру, что были, когда вот готовить ничего не хочется. У меня что-то я пришла с салона. У меня так, девчонки, голова разболелась вот здесь. Вот как будто мне кувалдой ударились. И вот не знаю от чего. Я немножечко замерзла там. Прохладно немножко было. Может поэтому, не знаю. Вот не показала вам маникюр, кстати, свой. Здесь, видите, у меня такие рисунки на вот этих безымянных пальчиках. Вообще, я хотела сделать френч. Я не люблю, если честно, вот эти вот рисунки, всякие наклеечки. Мне кажется, это уже как-то и не модно, и уже и не по возрасту мне. Я хотела просто френч делать. А я уже забрала Софию. Пока я сидела, смотрю, уже по времени нужно ее забрать. А это находится, ну, в одном здании. Софийкин садик идет, и дальше чуть-чуть салон. И вот я забрала Софию. И вот она, девчонки, выбрала мне вот такой рисунок. Это типа рябина, что ли, девчонки, ягодки-рябинки. Ну, немножко по-новогоднему. Она мне тоже, мам, что так скучно? Давай какой-нибудь рисунок. Ну, вот решили сделать рисунок. Самое главное, девчонки, длину убрали. Она меня прям так раздражала. Я даже сама хотела ее вот так отстричь. Просто ногти наращенные. Из-за этого сама уже не трогала. Ну, вот такой вот маникюр у меня будет. И с ним буду встречать Новый год. У меня как раз платье такое бежево-золотистое немножко. Заровское у меня есть. Решила в этом году ничего себе не покупать. Я это платье одевала раза два, наверное. Не наверное, а точно. И вот решила тоже в этом году его одеть. Оно мне, в принципе, хорошо. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас хочу, девчонки, с вами поделиться нашим заказом. Очень классным. Я заказала для Софии вещи вот к садику. Сейчас вам все покажу. На самом деле этот заказ мы сделали еще полторы недели назад. Мы уже все носим. София одевает в садик. Нам очень нравится. Это интернет-магазин Lucky Child. Детской дизайнерской одежды. Все было хорошо упаковано вот в такие вот отдельные пакетики. Ну и давайте сейчас быстренько покажу, что мы выбрали. У них вся одежда производится из стопроцентного хлопка. Качество, девчонки, бесподобное. Я раньше не была знакома с этим интернет-магазином. Никогда там не заказывала. Но вот прям говорю, меня они очень порадовали. Я все заказывала в размере 98-104. Это идет пижамка. Вот такая вот футболочка. И штанишки. Штанишки идут на манжетиках. Все говорю, качество вот прям не придраться. И все так смотрится. Все такое стильное. Нам очень понравилось. Вот показываю, как смотрится на Софии. София согласилась попозировать. И цвета, такая расцветка тоже очень приятная. К этой же пижамке отдельно заказала вот такую вот футболочку под штанишки. Тоже мимимишки. Здесь вот такие вот лампасы по бокам идут. Но тоже со штанишками смотрится очень хорошо. Я думаю, на смену прям будет самое то. Далее вот такие вот спортивные брючки мы выбрали в синем цвете. Здесь тоже они на манжетиках идут снизу. И они такие уже более теплые. Такие как махровые. Футер, если не ошибаюсь, эта ткань называется. Тоже в размере 98-104. Я их заказывала вот прямо на сейчас. И к ним идет вот такая вот толстовочка с надписью Гелл. Но вы знаете, там есть размерная сетка. Все очень удобно. Я все замеряла. Но вот когда я уже увидела вещи на его, все-таки я поняла, что нужно было заказать на размер больше. Сейчас-то оно ей хорошо. Ну вот буквально уже через 2 месяца будет маленькое. В следующий раз, конечно, буду заказывать на размер побольше. Это тоже толстовочка с капюшоном. Я ее заказала на замену вот к этим спортивным синим брючкам. Здесь вот такой рисунок, принт, да, девочки. Мы с Софей вместе выбирали. Он ей очень понравился. И она такая прям модненькая. И здесь, видите, вот такой рукавчик. И с капюшоном прям, я говорю, можно одну толстовку одевать, можно другую в садик прям. София у нас мерзлячка. Она у нас всегда, когда приходит, хоть в садике тепло, сначала с длинным рукавом, потом, конечно, и футболочки. Там у нее есть шкафчики. Она может поменять. Но в основном она всегда мерзнет. Поэтому вот с длинным рукавом я одеваю. Далее вот такая яркая, лимонного цвета, красивая футболочка из коллекции Мимимишки. У них, видите, на одежде везде идет маркировка Lucky Child. По качеству тоже очень хорошая. Тоже размер 98-104. И к этой футболочке мы заказали вот такую модную мини-юбку. Там еще были штаны. Это тоже коллекция Мимимишки. Но вот, к сожалению, не было размера Софии. Я очень расстроилась. И вот наблюдаю сейчас. Если будет на сайте, обязательно закажу штанишки. И вот такая вот курточка. Курточка тоже 100% хлопок. Футер очень приятная на ощупь. Она идет с капюшончиком. И прям так хорошо смотрится. И с юбочкой. Вот если заказать штанишки отдельно. Прям такой яркий образ получается. Это любимый образ Софии. Она прям такая довольная. Можно одевать с черными колготочками. Я ей одевалась. Ботиночками. Прям смотрится очень. Классно, стильно так. Далее мы выбрали вот такие модненькие, крутые брючки. Мне они понравились больше всего. Это идет коллекция Зебра. Вот она прям больше всех мне понравилась. Здесь идут вот такие замочки молнии. Можно расстегнуть. И низ будет немножечко пошире. При застегнутом виде они такие узкие. Снизу становятся. Вверх у них такой широкий. Здесь есть кармашечки. Но смотрятся они прям очень модно. Прям знаете, как-то по-взрослому даже. Маркировочка Lucky Child. И к ним я подобрала два свитшота. Первый вот такой вот с капюшончиком. Зебра. Поэтому и называется коллекция Зебра. Везде где-то присутствует именно вот такой вот принт. Вот здесь вот такие стальные веревочки. Тоже рукавчик на манжетике. Снизу идут манжеты. Но я говорю, смотрится прям вот как у взрослых. Не детская как будто одежда, а взрослая. Даже София сказала, мам, у меня как у Миланы теперь будет. У Миланки тоже есть наподобие такой. Ну классно. И по качеству тоже, я говорю, прям вот не придраться. И пошив тоже прям пошито очень хорошо. Вот уже София вам позирует с капюшоном. Можно капюшончик немножко затянуть. И тоже с ботиночками. Вот прям в садик носить. Смотрится прям весной, даже осенью. Прям очень клево. Это тоже размер 98-104 я и брала. И вот вторая толстовочка из этой же коллекции Зебра. Ну смотрите, девчонки, какая она классная. Я бы сама с удовольствием такую носила. Здесь идет вот такая вот наклеечка. Это тоже материал трикотажный футер. Вот так вот она смотрится на Софии. Она уже идет без капюшона. И последнее. Это вот такое красивое велюровое платье. Здесь идут вот такие валанчики на плечиках. Оно было в трех цветах. В бежевом, в розовом и вот в таком фиолетовом. Но так как София у нас очень любит фиолетовый цвет, поэтому мы именно его заказали. Здесь идет широкий такой поясок на кнопочках. Можно его регулировать. Да, если ребенок немножко поплотнее, сделать поуже, пошире, что тоже очень удобно. И платье само по качеству очень нам понравилось. И пошито оно прям так хорошо. И велюр такой мягкий-мягкий, приятный. Он так, знаете, даже немножечко переливается. Смотрится очень красиво. Мы вот обязательно оденем или на Новый год, или может у нас еще утренник будет тоже в садике. Ссылочку на сайт LikeyChild я вам оставлю под видео. И еще у меня для вас будет промокод на 750 рублей. Вы сможете им воспользоваться. Если сделаете заказ на 1500, 750 рублей будет для вас такая скидочка. Так что заходите. Вся информация будет в инфобоксе. Так, не показала вам свои покупки с улыбки рануги. Девчонки, взяла вот такую вот сыворотку от Эвелин. Мне она нравится. Я уже пользуюсь ей достаточно давно. Вот увидела, думаю, нужно мне обновить, потому что моя уже такая сухенькая стала. Вот взяла. Я ее крашу, ну, на ресницы наношу. И после сыворотки наношу уже тушь. Хороший она объем делает, удлиняет. У меня-то ресницы плохие. А вот с ней прям хорошие такие реснички получаются. Далее идет маска вот эта. Все-таки я ее взяла. Вот эта салициловая маска от Прощей. Вот сейчас прям, девчонки, вечером смою макияж хорошенько. Очищу кожу и прям локально попробую ее нанести. Глубоко очищает поры. Она такая, видите, небольшая. 40 миллилитров здесь всего лишь. Ну, попробую. Здесь три глины идут. Вулканическая, Гасул и Каолин. Глубоко очищает, борется с Акне. И здесь можно наносить тонким слоем ее, либо именно вот локально на прыщики. И она вот работает. Ну, не знаю, девчонки, если даже мне не понравится, у меня у Миланки тоже, в принципе, на лбу иногда бывает высыпание, останется ей. Потому что вроде бы пропеллер, насколько я знаю, она и для подростковой кожи идет. Ну, в общем, попробую сегодня обязательно. Потом взяла я все-таки вот этот вот ТАФТ попробовать. У меня такого не было. Это, получается, 7 дней объем пены для укладки волос. Объем до 7 дней, эффект густоты волос, сверхсильная фиксация четверочку я взяла. Не знаю, тоже завтра вот как раз сделаю укладку. Ой, а пахнет чем-то мужским, девчонки. Она не мужская, случайно. Это не для мужчины, я что-то даже не посмотрела. Нет, вроде бы для мужчин не написано. Ну, не знаю, вот завтра попробую. Как раз в Икею поеду завтра уложить волосы. Попробую с этой пенкой, потом вам расскажу, поделюсь. Далее вот такой консилер от Artvisage я взяла. Это у меня в номере 101. Он такой, знаете, я попробовала вот на тестере. Он такой плотный, прям видно, что он будет хорошо перекрывать. Я люблю такие консилеры. Ну, вот попробую тоже. Не знаю, у меня от Artvisage ни тональника никогда не было, ни вот консилера я не пользовалась. Вот как раз попользуюсь. Ну, вроде бы хвалят этот консилер, насколько я знаю. Ну, пока ничего сказать не могу. Попробую, тоже вам расскажу. И последние, девчонки, это вот карандаши, наверное, их тоже все знают. Для губ от Vivienne Sabo в номере 102. Потому что у меня такие розоватые оттенки есть, а вот такого вот не было. И у меня 102 был, он мне тоже нравился. Вот повторила. И заплатила за это все, девчонки, я 884 рубля. Девчонки, показываюсь вам уже вечером. Вот в таком вот состоянии. Сняла еле-еле, девчонки, макияж. Сняла линзы, закапала глаза. Я вот где-то вот после обеда нахожусь. Кто-то мне тоже написал, что Настя, там, не хандри, бери себя в руки. Там есть девочки беременные, которые работают. Девчонки, я бы с удовольствием. Я сама, когда у меня вот такое состояние начинается, я прямо, знаете, вот себя не люблю в этом состоянии. И вот даже до этого с подружкой тоже разговаривала. Она смеется надо мной и говорит, потерпи, говорит, еще месяц. Просто я помню, у нее тоже был очень сильный токсикоз. И она рассказывала, говорит, как я пришла в больницу и говорю, сделайте мне хоть что-нибудь, хоть капельницу, хоть укол. А врач ей говорит, ну, лучше потерпи, у тебя полтора недели есть. И для меня, говорит, полтора недели, это прозвучало, как будто полтора года. Я, говорит, у меня, говорит, уже вообще, говорит, ни на что. Я уже не рада была ничему. И вот она смеется, говорит, потерпи, у тебя еще месяц есть. Девчонки, я бы рада. Вот с утра я вот сегодня даже начала снимать, да, вы видели, все вроде бы состояние бодрое. Вот сходила на ногти, там немножко я, правда, замерзла. И вот мы пришли, я покушала, вот у меня началась головная боль. И все, потом у меня начинается температура, вот у меня начинают виски болеть. И вот такое состояние, тошнота начинается. И вот, знаете, прям тело, вот вялость в теле какая-то, как будто ты какая-то ватная, вот тебе хочется лежать, вот тебе ничего не хочется делать. Я говорю, хорошо, что вот у меня Миланка, девчонки, уже взрослая, да, София тоже, она вот, я ей сейчас говорю, снимай колготки, говорю, одевай штаны, ну, пижаму. И она вот сама старается, ну, такие самостоятельные. Миланка тоже где-то помогает. Я лежала, я лежала, просто сейчас встала, Миланка постелила нам постель. Вот поэтому я села, я вот думаю, покажусь вам, какое у меня вот состояние в основном после обеда бывает. Естественно, девчонки, никакую маску я не делала, так вот мой прыщ, он, мне кажется, еще больше созрел. Ну, вот завтра с утра, я надеюсь, у меня хорошо, я высплюсь, потому что вчера я еще и не выспалась, хоть мы легли рано с Софией, где-то, наверное, в начале 11-го мы с ней легли, София уснула. А я вот, девчонки, не могу спать, у меня бывает бессонница, я встану, то у меня сушняк, как будто мне пить хочется. То вот я открою балкон, выйду свежевоздухом, подышу, потом на Милану посмотрю, как она спит, София вот так туда-сюда хожу, вот просто бессонница, не спится мне. Потом лягу, что-то посмотрю, и вот мы легли в начале 11-го, уснула я где-то в 2 часа, наверное. Сегодня я рано встала, естественно, я не выспалась. И вот думаю, может, поэтому еще сейчас выспимся, пораньше ляжем, дай бог мне нормально спать, и ничего не выпьешь, никакие лекарства от бессонницы. Хотя она мне сказала, что валерьянку можно пить, если вас что-то беспокоит или какие-то переживания, валерьянку, 2 таблетки, гинеколог мне говорила мой, можете выпить. Но я просто так, конечно, не пью. Если уж, конечно, что-то там понервничаю, попереживаю, я попью, а так нет. Ну и я не думаю, что если я ее выпью, прям я усну, как успокоительная она мне подействует. Ну вот как-то вот то сплю, то не сплю, вот так вот. И причем, знаете, вот бывает, когда ты о чем-то думаешь в голове, у тебя какие-то мысли, ты не спишь. Вроде бы нет, просто вот какой-то дискомфорт, вот не могу лечься на одну сторону, на другую. И вот какое-то вот, девчонки, состояние, говорю ведь, я жду, не дождусь, когда у меня закончится первый триместр. Это где-то будет, ну, после середины января. И я уже думаю, что я оживу и немножечко говорю, я прям совсем и запустила себя, и вот вообще, вот говорю, и вот состояние, ничего не охота. Мы, кстати, елку ведь поставили, я даже вам сегодня не показала, но не нарядили елку. Артур вот когда уезжал, поставил нам ее. Ну, я просто хочу посмотреть там игрушки, огоньки проверить, может быть, что-то нужно будет докупить. Вот завтра, наверное, съезжу в Икею, и потом уже этот, нарядим вот в выходные дни, потому что Миланка тоже сейчас в школе ведь. Она говорит, мам, без меня не наряжайте. Ну, что, все вместе наряжали, может, вот в выходные дни нарядим. А так она у нас вот стоит. София тоже просит, мам, когда будем наряжать. Я говорю, будем. И вот к чему стала, говорит, стоит. И даже вот, девчонки, стоит и стоит, да, вот как-то особо, и не хочется. Вот прибежал ребенок мой. Что, будем ложиться? Ну, да. Спокойной ночи скажем. Мы еще, наверное, с вами не прощаемся, я думаю. Кто уже спит, всем спокойной ночи. Не, кто уже ложится, нужно сказать. Кто уже спит, они тогда уже не слышат твоей спокойной ночи. Кто ложится, да, готовится ко сну. Кто ложится, тому спокойной ночи. И приятных сновидений, да.